в самом крыжовнике находятся самые ценные для человеческого организма это конечно пектин яблочная и лимонная кислота добрый день спасибо что заглянули ко мне на канал сегодня мы приготовим конфитюр с плодом вот этого крыжовника получим густой и ароматно использовать будем начинку для пирогов для блинчиков но не менее будет даже вкусно и с ломтиком белого хлеба у меня сегодня крыжовника 2 килограмма я его помыла для нашего рецепта конфитюра не обязательно отрывать вот эти вот хвостики и чашелистники берем кастрюлю нам удобную чтобы было перемешивать высыпаем наши ягоды добавляем наши ягоды стакан воды это 200 миллилитров кастрюлю нашу накрываем крышкой ставим на умеренный огонь на 15 минут прошло 15 минут я сняла с огня наш крыжовник дам немножечко остыть а потом начну пробивать блендером перебиваем блендер как видите масса приобрела однородный вид никаких хвостиков не видно чашелистников поэтому не нужно трудиться сидеть и заморачиваться отрезать эти хвостики теперь перебиваем блендером вот такая масса у нас получается а теперь перетрем еще ее через сито я буду перетирать через двойное сито через ситечко и дождь лачок мне так удобнее мне так удобнее здесь остается слуха это там меньше там остается полностью этот конфитюрчик поэтому мне удобнее так а потом беру толкушечку и вот так вот и быстро и хорошо как видите это вот шелуха остается здесь я ее выбрасываю там чисто конфитюр потом берем наш ситечко и она прекрасно смотрится видите как стекает отлично и получаем вот такой вот жидкость и переливаем в кастрюльку и опять продолжаем продолжаем перетирать вот этот жмых я никогда не выбрасываю я с этого жмыха варю компоты вы не представляете какой вкусный наваристый получается перетерли через сито смотрите какая у нас красота никаких агаров здесь не нужно потому что здесь позволяет пектин именно нам быть таким густым смотрите жмыха сколько мне осталось ну здесь грамм 300 точно он пойдет компот высыпаем наши пюре 800 грамм сахара если кто любит послаще можете килограммчик я люблю чтобы побольше кислинки перемешиваем и ставим на огонь на 45 минут на медленном огне обязательно перемешиваем чтобы не пригорело ко дну чтобы растарился хорошо сахар как я сказала у нас безотходное производство поэтому мы добавляем сюда жмых в эту же самую кастрюлю где у нас был крыжонник и варим наш компот сахар по желанию конфитюр наш готов смотрите какой цвет насыщенный темный такой и без агара он уже такой густой а представьте если он остынет ну и сейчас мы начнем разливать по банкам горячим разлила я по баночкам вот эти баночки 550 грамм если взять все вот вместе то значит 4 баночки по 0 5 литровый выход из двух килограмм крыжовника сейчас мы закроем крышками и поставим для охлаждения завтра мы откроем и посмотрим какой густоты у нас она получилось всем доброго утра я сегодня готовлю блины к своему конфитюру компот как видите уже стоит на столе готовы насыщен такой и нам нужно посмотреть как застыл наш конфитюр и каком состоянии вот эти баночки закрытая уже трогать не будем это мы посмотрим какой он застыл в каком состоянии смотрите вот эти ножом режь будем так вот сейчас сделаем видите как застыл наш конфитюр видите как как холодец вот он хоть ножом режь видите как как мармелад а еще постоит он же еще будет такой густой видите какое получился у нас и агар никакой не нужен потому что здесь присутствует пектин что способствует именно вот тайна становится вот таким вот желеобразным очень вкусно спасибо всем кто посмотрел мой ролик ставьте лайки комментируйте кто не подписался подпишитесь вам не сложно а мне будет очень приятно всем пока пока